Радислав, здравствуйте. Как правильно отдыхать, чтобы потом искренне хотелось работать? Искренне. Ну, не из-под палки, да. Конечно. Чтобы искренне хотелось работать, отдыхать нужно недолго. И это научно уже подтверждено. Долгий отпуск, к сожалению, демотиватор. К сожалению, после долгого отпуска трудно восстанавливаться, трудно входить в работу. И вот почему. Наша психика адаптирует нас к тому образу жизни, который мы ведем. Если становится понятно, что мы довольно долго так живем, вы не можете ей объяснить, что вы выйдете на работу через время. Она начинает вас приучать к такому укладу жизни, к такому образу жизни, к тому возвращаться очень сложно. Скажу больше. Квалификация теряется при существенных перерывах. Я это могу сказать. И на своем опыте я в этом году 6 недель прожил в Испании, на вилле, с семьей. Я так отдыхал. И вы знаете, во-первых, на третьей неделе мне стало грустно, на четвертой тошно, на пятой ужасно, на шестой, мне кажется, я был страшен уже. Это было испытание не для слабонервных. И легко было бы предположить, что после такого продолжительного и прекрасного отдыха я должен, восстановившись, с полной силы приступить к работе. Но ничего похожего. Работать было сложно. Я раскачивался 3 или 4 тренинга, пока я вошел. Даже было впечатление, что я забыл их, что мне их нужно восстанавливать в памяти. Это было ужасное испытание. Я постановил больше двух недель не отдыхать впредь. И поэтому и вам рекомендую. Отдых надо разбивать. Отдых нужно разбивать. Я думаю, что в этом... Ну, ради детей. Я выезжаю надолго ради детей, чтобы они побыли на солнце, поели фруктов, покупались в море. У меня их четверо, и мне приходится их интересы ставить выше своих, во всяком случае, в те немногие периоды, когда я не в командировках бесконечно. А если не про вас, а про людей говорить? Я буду прилетать. Я буду прилетать из отпуска на тренинги. Точно так же и вам нужно разбивать отпуск. Если вам дали отпуск целый месяц, предположим, то не нужно лежать на озере, на речке целый месяц. Вы можете в это время подтянуть квалификацию. Вы можете пойти на какие-нибудь семинары, курсы, вебинары, почитать книги по специальности. Хочешь заполениться, отдохнуть. Мало ли что хочется. Не надо кормить лень. Лень будете кормить, она разжиреет, потом перевесит вас. Поэтому нужно сделать так, чтобы лень была всегда худее вас. Вы были всегда полнее лени. Поэтому кормите в себе того человека, который, ну не знаю, успешного, неуспешного, но человека активного, деятельного. Подкармливайте. Отдохнули немножко, пожарились на слонышке, отдохнули с друзьями, покуролесли, попутешествовали. Займитесь спортом, займитесь английским. В конце концов, действительно, один из секретов успеха просто повышение квалификации. Почему мы об этом забываем все время, когда говорят об успехе, все время маркетинг, маркетинг, самопродвижение, личные бренды и прочее. Квалификацию нужно повышать. Ну, публика дура, но ее не обманешь, как говорил Шаляпин. Если вы делаете плохой продукт, но хорошую рекламу, то люди, придя по хорошей рекламе, к вам, как к врачу, второй раз не придут. Второй раз не придут и всем расскажут, попросят не приходить. В соцсетях еще ославят. Поэтому нужно повышать квалификацию. Ожидания людей должны быть оправданы.